мы поднялись на самую высокую точку самую прекрасную смортовую площадку действительно здесь очень красиво а впереди это саксуэйман храмовый комплекс попробуем дойти до этого саксуэймана они развалены храмовый издалека он смотрелся к маленькой при приближении большой красота вот мы около комплекса вот этот мегалиты тоже такая полигональная кладка осень какая какой мегалит смотри огромнейший одеть был на центральные ворота вход цыгаки но два мегалита с одной стороны горит другой стороны такой мегалит конечно камни подогнаны друг по друга но это настоящее камни это не бетон не заливка здесь трещина в камне углубление такое воронки только натуральных камнях могут такие воронки здесь он был засыпан или разрушена или засыпана слом камня ну как а вот мы нашли голову доисторической черепахи вот она теперь говорят здесь у них это сам появился перу говорят надо маски надевать на затылок спрашивать почему чтобы лучше обратно оттопырить а теперь будут загадки пойдем туда к стенам это начало то есть центральной части именно самой великой дренажную систему и поняли что вы сказали дренажная система забита работать не будет и рано или поздно у вас будут есть самые опасные ключевые точки их надо сохранить надо провести рост операционной работы а там дальше будь что будет но они оказались ушами им понравились стенки они первые расчет были отказали послушать ко мне отсюда и отправили в хабаровскими геологический там есть целая научная работа это сплав камней на основе песчаника которые переплавлены при температурах 1400 градусов может быть чуть выше превращали в стойку пластилиновую массу это они точно утверждают уже говорят такие технологии у нас нету это не бетонная технология это именно пластилиновая вот и полугорячем виде придавая форму устанавливал но мы не знаем как это делать мы представляем что это так было вот а дальше они сделали вот что они попросили выключили министерство культуры затащить свои сканеры которые японский сканер на тачке туда вот за эту диалетовую складку и они их туда притащили и протащили по всему амфитеатру дальше было вот что амфитеатр значит выглядит так он них огромный там порядка где-то 80 метров в диаметре вот такой вот амфитеатр идет здесь везде полигоналка была вот они протащили туда-сюда по центру притащили у них есть выкладка вот это диаграммы просвечивания сканерами что там землей а под землей оказалось следующее приблизительно если амфитеатр идет вот так такого размера то здесь они засекли гранитный блок гигантский который приблизительно выглядит чуть-чуть вытянутый овальный вот так он выглядит овалом и за пределы блока они подозревают что выходит полу за блоком края подземного озера вот а дальше был вот что это я прочитал а потом ко мне приезжали помните говорю женщина одна которая направляла энергии этих офисов на правильность получить доходы на рост на 2 действительно приехала эзотерик очень сильный из америки она из израиля по моему мигрировала туда в америку даже вот и она к нам прижал у нее у нас тут это пиране в лодку сами запрыгивали когда она садилась он говорил зачем вы им боль причиняете удочками если вам надо они сами прыгали к нам прыгали пиране реально а дальше было вот что я посадил женщины обе незнакомыми с собой с промежутком в год про и приехали ко мне я обеих решил проверить как говорится на пшеник вот думаю знает или не знает я посадил их в центре амфитеатра и сказал помедитируйте скажите мне что это вообще такое здесь ну вот они медитировали с разницей в год незнакомые друг с другом и одна говорит под нами находится гранитная шапка значит а за она прячет под собой озеро в центре озера растет большой кристалл из кварца вот и кварц этот приблизительно размером уже до 6 метров достиг вот а вторая которая приехала говорит то же самое под нами находится большой гранитный блок закрывающие по всему периметру амфитеатр вот а под блоком находится огромное озеро там растет большой кварц он уже где-то 10 метров достиг еще она давала в нем прожилки золотые в озере прямо растет парк как такое может быть и ты геодезисты они да они сказали мы подозреваем что в края вот это мы засекли явно водный предел выходящий за края гранитной шапки вот это уже интересно туннели подземные озеро гранитная шапка кристаллы растущие вы знаете это уже больше чем мистика вот проход на загадка лестничный порядок но мы пойдем дальше там еще крупнее глубок нет александр рова по-моему вот он интересовался всеми древними бытностями когда он снимал он снял нечто подобное сексуоману когда там битва вот эти с рогами в касках с рогами воины отражали нападения что такое в этом роде было и там каще бессмертный изображался на фоне вот этих активных мостов каменных которые закрывали вход подземные лабиринты . ведь сказки эти основаны на сказаниях собственно говоря как знает о чем речь идет вот интересные воинки раз два три но сначала люди думали которые специалисты приезжали это что с подхватывали доставить удобно здесь есть там нет а вот еще интересно что на утро и пасхи мы обнаружили вот эти же пасочки маленькие эти уголок совсем он прием да точно подобными всегда был здесь немножко разрушена но видно что подгоняли основательно до миллиметра пойдем дальше там еще больше будет это камни малыши мать смотри вот это камни малыши да а там дальше будет их мамы и папы гиганты причем мы не знаем на какой глубине не видим плавающего фундамента его не видно на чем они стоят на там еще один ряд у нас не один вот это вот называется люлька в техническом изображении термином вот это вот юлька или сидят камни они зажаты двумя блоками нижними когда землетрясение начинается они остаются на самом месте а вот другое дом 3 рынке расположение другое да и вот еще до 33 до точно лишь это заливали где-то внизу а потом чтобы не забыть куда вставить дело обозначение 0 1 как они все сейчас прекратятся вот выемки другой глубины другое расположение тут уже вес очень это огромная голуба вот это нет хорошо вот этот камней здесь стояла здесь были камни 6 кто-то это прикладу туда какие-то эти отпечатки может быть печать здесь уже 1 2 3 4 5 6 7 8 8 отпечаток наверху 3 он еще один еще 2 наверху 2 3 4 вот здесь тоже это же не выемки это отпечатки чтобы глубокие раз-два тут другой вопрос собственно говоря но представь на секундочку при этом сюда чтобы этот камень не сел свою лунку потому что его подточили неправильно эти неправильно обточили они его подняли он не влезает они его спустили снова подтачивать снова подняли опять не влезает снова подтачивать это бред бред это должно ставиться сразу правильно выносит и замучиться сколько там тон ни один кран он не поднимет конечно нет ой а тут и лежит все вот сколько углов у этого камня то есть если этот камень не стал на свое место все другие должны подгоняться под него вот эти вот допустим углов как минимум раз угол два три 4 5 6 там мы не знаем даже 7 8 9 10 11 это как минимум а было больше и камни не встали на свое место их что снимать будут ну и сколько раз вы так снимать ребята будете их уже замучиться можно так что не не получается что тут не сходится и на катках катать не могут тоже они прямые они изогнуты здесь не был грязь оказывается никогда до эвкалиптов и бумажного дерева здесь были только поставить посмотрите на поросль ничего не было не начал когда ты такой глубокий не прокачивать на дерево развалить самое крепкое дерево это красное или железное дерево это там в амазоне притащить его оттуда сюда это тоже немыслимо ты как из него не сделаешь с ним как с камнем возиться придется и расщепит даже его расщепит какой-то просто делали опалубку заливали все раздельно они же раздельные блоки получается что их заливали раздельные опять таки ставить пришло они все раздельные да а это как это все зигзагово-то самое сильное смотри какие люди ты как лопата вошла штыковая главное угловой камень заворачивается того чтобы сделать вот это очень большая начинается нам будем считать отсюда вот два камня 35 5 камней в люди ну так вот ну да 1 2 3 4 5 6 они опять тогда этот не душ это 1 2 3 4 5 где вот нет вот только смотри вот здесь вот он держит здесь он держит потом пошло пошло без зазора без зазора без зазора без зазора вот здесь прошел зазор все а здесь люлька одна только один камень потому что может на западе подъем был изменить форму и вот целиком и пошел куда можно привозить любители квадрата малевича пусть расшифровывать чтобы это вообще все значило вот это гигантский блок просто вниз явно уходит тоже нету нету фундамента плавающего да где-то и глубже копать никто не пробовал не видел я я говорю по фото смотрел вроде здесь это место не раскапывали есть фотки где здесь еще 1900 какой-то год начало 20 века сидят наверху там такие вот сколько тут углов опять-таки приблизительно раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять один маленький камень завязай туда встань под камни нет прям внутрь то заходи я дальше Вот красивый камень, который реально красивый. Любители Квадрата Марины, что сюда показались? Деревятку, да? Не тот камень, который показывается, который за ним. Вот он. Смотри какой. Мари, покажи какой камень. А посчитай углы. Углы посчитай там камни. Раз. Два. Вот. Два. Нет. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять угольных. Этот мы считали. Девять угольных. Вот такой. Раз. Два. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Семь. Восьми угольных. Восьми угольных. Слышишь какие? Еще, да? Еще выступает. Не попал камень. А если не попал, то все. Ребят, сняли. Помнишь? Это была такая мезосцена. Угу. Рандаши. Да, да, да. Весело взяли, весело понесли. Весело взяли, понесли. А еще вот так вот уступает. Вот. А еще интересно между камнями посмотреть. Ну вот разошлось доход. Где разошлось? Между камнями. Очень интересно посмотреть. Она гладенькая там должна быть. Гладенькая. Подгоняли идеально, конечно. Вот видно даже. Ну, Кась, даже я... О, она гладкая здесь. Совсем гладкая. Этот немножко шершавый. Видно, он все-таки подвергся эрозе. А вот этот камень. Вот этот совсем гладенький. Здесь ни эрозы, ничего нет. Когда сюда пришли испанцы, они увидели эту патрульку, и сказали, этот человек не мог построить, он их построил дьявол. Пойдем смотреть дальше строение дьявола. Вот камень тоже. Шикарный. Ну, тут даже гладенький с водостоком. С водостоком. Здесь много углов. Здесь совсем много углов, да. Раз, два. Непонятно даже. Вот этот. Это круглое он считаете. Сейчас, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Ну, очень. Ну, то сегодня. Четырнадцать. Я убил с сочеткой. Вот этот, да, закруглен. Повернула. Этот закруглен сюда, тот закруглен сюда, тот закруглен так. Угу. Передуется мне застава. А это нарочно не придумаешь? Да, точно. Это какое видение стены должно быть. И у них стереоскопическое какое-то зрение было. И вот красиво же. Смотри, как дуга идет. Камни нижние, на которые опираются все остальные. Да. А вот эти камни звенят. Они звеняющие. Я такие нашел на петельке. Ударяешь по нему, идешь как от колокола. То есть, сплав какой-то использует. Нет, не этот. Вот этот. Вот те. Если палка длинная была бы, с камешком на конце, забалдашником, мы бы услышали. Большой камень берешь и ударяешь по нему, тогда да. Вер, помнишь, мы в пещере были, эти камни. Там какие-то непонятные камни. Все остальные мы стучали, звука не было. То есть, звук обычный камень. А вдруг вот так вот бьешь, и звук металла. Вот запросто. Может быть, сплав какой-то. Так, но там же не сплав. Там, это пещера. Пустоты внутри еще использовались. А здесь-то на животике. Ага. Смотри внимательно. У нас четко совершенно, если включить компас, восход солнца будет вот там. Заказ будет четко вон там. А теперь смотрите, это двойная пирамида. Вот ее оплывшие части, а здесь более-менее сохранившиеся. Вот ее оплывшие смотрят четко на восток. Я прям, мы ориентировались, мы проводили там веревочную линию даже проводили. Четко на восход солнца. Смотрят эту часть. Это четко закругленная какая? Женская энергия. Прямые линии, мужская энергия. Опять вспоминаем Рим. И старые древние и европейские города закрученные по спирали были. А Рим их поломался. Так вот, это двойная пирамида, двойное значение. Мужская энергия, женская. Это не просто так же. Совсем не просто так. Вон, оплыло все. Как будто вода текла тут повсюду. Смыло все вон те стороны пирамиды. И вот эти более-менее сохранились. И все до самого верху было запечатано в камень. И меня удивляют те ученые, которые говорят, что в Перу нет пирамид. Это их есть пирамиды. Только они другие. Пойдем к этой башне трехъярусной, которая, говорят, достигал до 10 метров. Под ней должен был быть до идеи, до нет. То есть туда вход был. Он и был там, собственно говоря. Вот. Центральная часть круглая, она охвачена по всему периметру квадратом. Мужская энергия охраняет женское. Но это вот эта символика связана с эзотеризмом. Она присутствует во всех пирамидах здесь. Видно, да? Круг в центре. А все дальше. От него отходят лучи. И это лучи упираются в прямоугольную кладку. Видно. Ну, это как-то пересчитается с этим мелком. Ну, да. Знак Инг. Солнышко, да? Да. То есть посередине круглая. И от него отходит вот так. Это главная центральная часть их Солнца. И называется это древнее название. Никто его не менял. Это самый насыкившийся сокол. Это представитель Солнца на Земле. Да? Саксаман. Сокол. Сокол, да. Уаман. Сокол. Уаман. Сокол. Саксай. Насыкившийся. То есть заходящее солнце. Если трансформировать, да, это заходящее солнце. Куда заходящее? Вспоминаем эти золотые, эти жёлтые шары огненные. Туда они? Возможно. Не знаю. Вот этого никто не видел. Это не я никто. Что здесь что-то было. Наверняка. На город нельзя было смотреть. Запрещено приближаться к нему было. Только её со спиной. Задом наперёд идти. Прикинь. Вот это город Куск. А сейчас мы пойдём на эту самую площадку. Посмотреть как раз откуда эти ребята выскочили. Точнее один выскочил. Второй погиб. Где-то в туннеле потерялся. Ещё скелет его надо найти ещё. Попытаться. Скелет. Ты же не слышала? Два студента пошли, нашли вход в туннель и зашли в туннель. И разбрелись. Один пошёл в одну сторону, в другую в другую. Как лабиринт? Один пропал. А туннель шёл откуда-куда? От Куска. Из центра Куска. За эту диоритовую складку. Да. Вот от центра Куска. Вот. Вот за эту диоритовую складку. Видишь диоритовую складку? Горку. Вот. Здесь, прошу, ходил туннель. И его сколько не было? Сколько его? Недели. Недели его не было. Через неделю... С сумасшедшими глазами он погиб. Он умер. Через неделю же и умер. Недели. Так нет. А он... А услышали? Как он вышел? Услышали... Он сначала попытался через водосток пробиться. Его не слышали. Потому что глубокий водосток и через решётку его никто не слышал. Люди ходили... Там монастырь. Видели машины. Вот. А это самое... Он нашёл другой выход и стал стучать... Услышав шаги по полу поверху, он стал стучать в этот потолок. И его услышали монахи. Монахи услышали. Монахи открыли и вытащили. Надо. 18 монахов и настоятель 19-х. Так он вышел. И он не просто вылез. Он вылез, держа в руках золотую кукурузу. Понятно. Он монахам кукурузу был. А... Нет. Они переплавили эту кукурузу. Ну я же говорю. Церковь взяла. Церковь взяла, переплавила кукурузу эту. И после этого все ходы, все выходы были замурованы. Вокруг, ну, те, которые на туристических путях... Куда могли залезть? Зарвали или замуровали. Это в каком году было? 48-й. 42-й. Вот в этом промежутке. Ага. А теперь все замуровали. Не для того, чтобы люди не терялись, не умирали. Для того, чтобы золотые кукурузы не находили. Нет. Чтобы не уходили золото. Но это сокровище, которое подразумевает, что здесь есть. Скорее всего там... Клокировки всех вот этих туннелей именно в этом. Что там золото. Что там может быть золото. Просто не знаю, как для обследования требуется. Но огромный ресурс. Государство могло бы вложиться. Но это государство воровское. Их собственный карман беспокоит больше. Все виды другого. А если есть доступ к деньгам, то, скорее всего, чиновник какой-нибудь из самостоятельного. Может такое провернуть где-то. Слухи ходили такие. Что кто-то искал? Что кто-то искал из чиновников крупного разряда здесь. Искали с вертолетами. Даже летали в определенные места. Где в последний раз лидерейников. Инки размешали свои кровки. Они мастезировались. Испанцы почитали за честь пожениться на инской принцессе. Они говорили, даже Кесары говорили, когда он убивал, точнее казнил Атуальпу. Они говорили, не смей казнить его. Он королевской кровью. А ты никто и звать тебя никак. Ты бы сын Кастильянша и пастуха. Вот. А он королевской кровью. Отвези его к Карлосу, государю нашему. Он знает, что с ним делать. Кто-то, видимо, побоялся. Вот это по хроникам можно оценить так. Что побоялся, что Карлос действительно иногда позволял снова прежним, как это называется, вождям племен, завоеванных земель. Если они его удовлетворяли, то есть в том смысле, что подходили под наместника, под королевским знаменем испанским, он мог возвращать их, оказывается. И эта писара очень не понравилась идея. Из 22 офицеров, которые у него были, большая половина высказалась против казни Атуальпа. Вот. И он переиграл, второе голосование провел, подтянул. Итогу, видимо, подкупом монахи подговорили еще. У него был монах злобный там один. Он его особо переусердствовал. Еще двух офицеров, которые очень уважали Атуальпу, отправил в экспедицию, ненужную совершенно. И после этого казнь была произведена ночью при свете факелов, вооружанию лошадей и людей в доспехах. Все. Был кончен. А в каком месте его казнили? В Кахамарке. В Кахамарке. Угу. Тогда этот город... Я все это разрешил. У меня же, я говорю, книгу пишу. У меня есть эта глава, где эта цена. Кахамаркинские события описаны. Вот. Я там писал, что эта цена его казнила в городе Колючек, в Касамарке. Красиво звучит для книги подходит. Город Колючек. Касамарка. Последнее пристанище Великой Уиньки. Ну, а когда увидим книгу, будем читать. Будем ждать книгу. Не знаю. Надеюсь, я сподоблюсь это довести до конца. Будем ждать. Ну да. Вижу. Да. От нее по прямой наискосок вот через две башенки этой церкви, Капидрального собора. Да. И проводишь линию напрямую и там видно еще башню. Вижу. Вот это и есть храм Куриканчо. За ним оранжевые крыши и белое здание. Белое здание за ним. И слева от колокольни белое здание. Сюда стена. За ней стена, возвышенный фонтан. Это и есть Куриканчо. Монель прошел оттуда по прямой на сюда. И от него шли ответвления во все здания, которые были с полигональной кладкой. Ясно. Все очень просто. Казалось бы. Вот эта территория мной не разведена. Она закрыта для продажек, для построек. И она все время зеленая. Много-много лет. Ее никто не трогает. Судя по всему, я вижу ступени. И это, наверное, будет археологической зоной. Я ее не вскрываю пока. И она очень подозрительная. В этом смысле. Часть того, что называют сейчас старым городом. Но когда же это существовало? Когда существовала только полигональная кладка. Это был не город. Между зданиями текли реки. Помните, я сказал, что город стоит на семи речи. Семь рек. И последняя река, в которую втекают все остальные шесть рек, называется Ватанай. Ватанай связующая переводится река. Связующая. Потому что в ней все остальные шесть декали. И не было никаких улиц здесь. Между домами нельзя было ходить. Вот не домами, а вот этими постройками, усеченными пирамидами. Там текли реки и ручьи. А потом пришли испанцы и они это сделали. Переходы вот эти вот для карет, для лошадей и так далее. Ну вот видно, вот он пирамиды. Ну похоже. Вот. А это? Нет, здесь нет. Я проверял ее. Нет? А там да. Там остатки есть. Там ничего не остаток. Никто не восстанавливает. Люди хотят селиться. Им интересен камень. Забирают оттуда камень из кладки. И его практически не осталось там. Там памятник стоит. Пачакуток его, кстати. Тоже загадочное имя. Потому что кто этот загадочник Пачакуток, который отодыл голову змея? Почему Пачакуток его называли строитель мира? Создатель мира. Пача земля. Кутык строитель. Создатель. Создатель земли. Создатель земли. Знаешь, Тотко создал именно эту землю. А прилетали другие, которые из других земель. Наверное. Поэтому он сказал, это мое. Пошли отсюда. Продолжение следует. Поординар Производisa Производится Вы смотрите наш канал? Вам нравятся наши фильмы? Ставьте лайки. Обязательно пишите комментарии. Пишите, что улучшить в наших фильмах. Как сделать наш канал более интересным. И подписывайтесь на него, чтобы ничего не пропустить. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok